Следующее тело вращения, о котором мы поговорим, это конус. Если цилиндр у нас образовывается вращением прямоугольника вокруг одной зелосторон, то цилиндр образуется вращением прямоугольного треугольника вокруг одного зелокачества. Например, хотим поворачивать вокруг вот этого длинного качества. Мы начинаем вращать, у нас начинает образовываться какая-то поверхность. Ее называют цилиндрическое. Если посмотреть снизу, то будет выглядеть так. Вот этот конец катета будет оставаться на месте, а вот этот будет вращаться вокруг него на одинаковом расстоянии. Ну и будет образовываться окружность в основании. В результате вращения получается какое-то вот такое тело. Вот такая закругленная поверхность, называемая коническая. А в основании круг. Один из концов катета, вокруг которого мы вращали, это центр этой окружности, или центр основания второй, соответственно, вершина конуса. То есть вот так вот располагается катет прямоугольного треугольника, относительно которого мы вращаем. Это называется осью конуса. Давайте его изображать. Изображается он просто. Рисуется основание. Но это видимая часть, это невидимая часть. Ну и где-то, в данном случае у нас прямой круговой конус. Значит, где-то над центром основания, где-то вершина конуса будет. Соединяем ее с двумя точками основания. Вот мы изобразили конус. Такой конус называется прямой круговой конус. Давайте я запишу прямой. Прямой это значит, что у него сейчас вершина проецируется в центр основания. Дальше. Он называется круговой, потому что в основании круга мы могли так же, как я показывал, в цилиндре сделать неполный оборот. Тогда у нас бы не образовался круг. Но мы сделали полный, поэтому у нас образовался круг, поэтому он называется круговой. Ну, а дальше у него название идет по названию вот этой образованной поверхности. Поверхность называется коническая, поэтому это называется конус, прямой круговой конус. Вот это гипотенуза прямоугольного треугольника. Именно благодаря ей образуется наша коническая поверхность, поэтому ее называют образующая, потому что благодаря ней образуется. Поэтому вот такой вот отрезок, который соединяет вершину конуса с любой точкой окружности, вот так провести, можно вот так провести, да, вот так, это называется образующая. У цилиндра было образующая, вокруг одной стороны прямоугольника мы вращали, а противоположная ей была образующая. Так и у конуса есть образующая. Обычно их обозначают L. Расстояние от вершины конуса до основания – это высота конуса. В прямом круговом конусе она совпадает с осью конуса. Ось – это вот как раз тот катет, вокруг которого мы вращали, да, он проходит через центр основания и вершину конуса. Но на самом деле высота и ось конуса не обязаны совпадать. У нас же может быть вот так, что в основании та же самая окружность. А ось конуса, она не здесь, а где-то сбоку. Ну, допустим, где-то здесь. Тогда у нас тоже будет конус. Он тоже будет круговой, если в основании круг, но при этом он будет непрямой. То есть прямой – это когда у него ось совпадает с высотой. Ну, как я говорил, вершина конуса проецируется в центр основания, или высота конуса проходит через центр основания. Вот такой называется, соответственно, наклонный круговой конус. Может быть, не круговой, но, в принципе, об этом мы много говорить не будем. В школе проходят только такие. Поэтому это наклонный круговой конус, но мы сейчас будем рассматривать только этот. Мы хотим найти площадь поверхности конуса. Для этого нам нужно найти площадь вот этой вот конической поверхности и площадь основания. И потом их сложить. Ну, площадь основания – понятно, как искать. Это просто круг. Как искать площадь круга, мы все знаем. А как найти площадь вот этой вот конической поверхности? Мы для этого что делаем? Мы берем и разрезаем конус по одной из образующих. Вот я разрезал, дальше я разворачиваю, и у меня получается просто часть круга. То есть, еще раз, что я делаю? Я беру, режу конус по одной из образующих. Вот была какая-то образующая, я по ней разрезал. Допустим, вот так вот. Ну, а теперь взял и развернул. У меня получится что-то такое. Так. Ну, это расстояние так и останется. Ну, допустим, это будет как-то так. Ну, и допустим, еще как-то так. Допустим, мы вот так вот разрезали. У нас образовалась вот такая часть круга. Ну, понятно, это очень условно. Может быть, и вот такая часть круга – это все равно же конус. Если вы сейчас вот так вот согнете, да, вот, все равно конус будет, да, тоже конус. Может быть, наоборот, больше половины даже. Вот, все равно это все будет конус. В общем, у нас получилось что-то такое. Вот это – это просто образующие. Мы же разрезали по образующим, значит, это вот одна из красных. Это вот здесь и здесь. Мы разрезали абсолютно одинаково. Потом раскрыли, значит, и там, и там у нас образующие. То есть вот здесь L и вот здесь L. Окей, вопрос, как найти вот эту часть. Вот это уже интереснее. Тут надо немножко подумать и понять, что после того, как мы разрезали, что вот это вот за длина? Это на самом деле длина окружности основания. Вот такая длина. Ну, на самом деле, можно, наверное, полностью даже выделить, уже понятно. То есть вот эта вот окружность – это как раз и будет вот этой дугой. Ну, а длину окружности мы знаем, как искать. Если нам известен радиус, радиус, естественно, должен быть известен, потому что если не будет известен радиус, то мы и площадь круглой не найдем основания. Пусть он назван R. Тогда длина вот этой длины – это просто будет 2πr. Ну, и длина вот этой тоже 2πr. Мы пока не умеем с вами искать площадь сектора. Вот такого. Но мы умеем искать площадь треугольника. Допустим, если сейчас я возьму и соединю вот эти две точки, то мы можем вычислить площадь этого треугольника. Но есть проблема, что площадь треугольника сейчас будет очень сильно отличаться от площади сектора вот на такой вот кусочек. Почти в два раза. И это очень не точно. Но если мы сейчас возьмем и вместо площади вот этого треугольничка проведем вот так вот ломаную и соединим вот так, и найдем площадь этих двух треугольничков, то площадь этих двух треугольничков, она тоже будет отличаться от площади сектора вот на этот кусочек и на этот, но она уже будет отличаться меньше. Если мы разобьем нашу ломаную на три звена вот так вот и соединим вот так вот и найдем площади трех треугольников, то эта величина будет еще меньше отличаться от площади сектора. Если мы разобьем, например, на 20 треугольничков, то, понятно, будет еще меньше отличия. И вот если мы возьмем и впишем сюда очень много треугольников, бесконечно много, то говорят, что сумма площадей вот этих всех треугольников будет стремиться к площади этого сектора. То есть, если мы сейчас возьмем и вот будем какую-то вписывать вот такую вот ломаную, вот такую вот ломаную, а потом вот эти вот стопы у нас, треугольнички, 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 и потом мы все сложим, то это будет, если этих треугольничков бесконечно много здесь, это и будет площадь нашего сектора. Собственно, это и есть предел. Понятно, мы не можем вписать бесконечное количество треугольников. Мы можем вписать, допустим, миллион, миллиард, но бесконечно мы не можем. Но если мы впишем миллиард треугольников, это почти то же самое, что бесконечно много. То есть величина равная площади сектора будет отличаться от величины площади миллиарда треугольников на очень маленькую величину, которая в принципе ни на что не влияет. И можно приблизительно сказать, что площадь миллиарда треугольников равняется площади этого сектора. Это и есть предел. То есть площадь миллиарда треугольников, она не является площадью этого сектора, она чуть-чуть меньше. Но если мы возьмем не миллиард треугольников, а будем устремлять количество треугольников к бесконечности, то площадь вот этого бесконечного количества треугольников будет равняться площади сектора. Такая величина называется предел. Но я как мог объяснил, проще, наверное, не объяснишь. Ну что ж, давайте складывать площади треугольничков Допустим, вот у нас есть какой-то маленький треугольничек Вот такой вот У него сторона равняется А1 Потом есть второй маленький треугольничек У него есть сторона А2 И так далее У нас будет получаться площадь одного треугольника Это 1 вторая основания на высоту 1 вторая А1 на высоту Высота в данном случае совпадает с образующей Это L Дальше, площадь второго треугольника 1 вторая А2 На L И так далее Равно Теперь мы возьмем 1 вторую L вынесем за скобки 1 вторая L выносим за скобки В скобках будет А1 плюс А2 И так далее Сумма вот такого большого количества треугольничков Но вся эта сумма А1 и А2 и так далее Если у нас их будет очень много Это приблизительно длина окружности Сумма вот этих всех оснований Это приблизительно длина окружности Вот эта штука И вот эта штука Это приблизительно 2πr Тогда мы берем и просто эту скобочку Заменяем на 2πr 1 вторая L умножить на 2πr Приблизительно Приблизительно равно Приблизительно равно Дальше мы берем Дальше мы берем 2 из 2 сокращается И вот у нас окончательно Приходит следующая формула Это P L R Это у нас Площадь боковой поверхности Прямого кругового цилиндра Надо понимать Что мы вот здесь Написали приблизительно Но если пользоваться Понятием предела То тут тогда будет уже точно Это мы нашли площадь боковой поверхности Теперь надо найти площадь основания Ну площадь основания Тут делать нечего Это просто круг Вот его реальный диаметр 6 клеточек Так Так Значит вот оно будет основание Вот будет радиус Площадь основания У нас будет Просто площадь вот этого круга С радиусом R Это P R квадрат Ну а окончательно площадь Полной поверхности Площадь полная Равняется Площадь основания Плюс площадь боковой поверхности Площадь основания Плюс площадь боковой поверхности Складываем Подставляем Площадь основания P R квадрат Это P R квадрат Площадь боковой поверхности Это P L R Дальше Общий множитель P R Можно вынести Тут P R Тут P R Выносим Как общий множитель В копках у нас останется R плюс L Это и будет Площадь полной поверхности Прямого кругового конуса Еще раз Это не те формулы Вот это Вот это Которые надо запоминать Я их сам наизусть не знаю Я их только что при вас выведу Если мне это где-то понадобится Я просто сяду на бумажке За 30 секунд выведу Понятно Я тут все подробно объяснял 20 минут Но если все это понимать И самому на листочке сделать Ну у меня может займет 30 секунд У вас займет Минуту-полторы Но не более Минуту-полторы